А мы продолжаем, знаете, друзья, спасибо, спасибо большое. Друзья, вы замечали, что последняя неделя перед Новым Годом, она самая сложная. Надо успеть всё, успеть купить ёлку, выбрать всем подарки. И самое сложное, я бы даже сказал, опасное, это пережить новогодний корпоратив. Ведь что такое корпоратив? Это, по сути, утренник для взрослых. Такое себе утренник с тяжёлым утричком. Любой новогодний корпоратив начинается, как венецианский бал. Замечали, все красивые, нарядные, в флатьях кавалеры полруку ведут своих дам. Здравствуйте, все говорят, красиво, добрый вечер. Привязанно выглядите, и вы. Но, буквально уже через 3-4 часа венецианский бал превращается в крыжопольский сабантуик. В конце которого уже дамы ведут подмышки своих кавалеров. В общем, вы знаете, за много лет я выделил для себя несколько типов людей, которые есть абсолютно на каждом корпоративе. Обязательно есть человек-оборотень. Да, который приходит со строгой женой. И если на работе он всеми уважаемый Николай Петрович, здравствуйте, до свидания, то на празднике он превращается в «Коля, не пей!» «Коля, хватит пить, я сказала!» «И, Коля, ты что, сюда пить пришёл?» «Нет, блин, Коля пришёл на корпоратив поесть оливье, а то ж дома нету!» Конечно же, есть серый кардинал. Это такой, знаете, сотрудник, который считает себя самым важным и пугает всех угрозами. Особенно после того, как выпьет. Да если я уволюсь, фирма закроется на следующий день. Всё на моих плечах, держится. И все говорят, спасибо, Толик, отличный тост. Жаль, что ты просто охранник. Также есть человек, которого можно смело назвать фальстарт. Это когда ты только приехал в ресторан, а его уже увозят. Причём ты приехал вовремя, да. Ну, видимо, он примерный семьянин, побыл на корпоративе 10 минут, взял от него максимум и быстренько домой к родным. Есть человек, которого называют на корпоративах «Ни рыба, ни мясо». Он только пьёт и не закусывает. Обязательно есть человек, которого я называю режиссёр монтажа. Да, у него весь корпоратив превращается в короткометражный фильм. Первый тост, монтаж, утро. Ну, а в конце праздника обязательно появляется Брюс Уиллис. Да, это такой мужик, который ходит по ресторану в одной майке. Но если вы знаете, настоящий Брюс Уиллис в одиночку уничтожил преступников, то наш в одиночку уничтожает весь алкоголь. Жаль только, что в конце фильма Брюс Уиллис наш всё-таки умирает. Конечно же, есть на корпоративе и не пьющий человек. Один, наверное. Ну, думаю, что есть. Я его, конечно же, не видел. Но где-то он должен быть, это точно. И, конечно же, ни одна новогодняя тусовка не обходится без Дедушки Мороза. И наша программа не исключение. Поэтому встречайте наш звёздный Дед Мороз. Алексей Потапенко! Всех с Новым Годом! Лёшечка! С Новым Годом! С Новым Годом! С Новым Годом! Монатик, подожди. Красота! У меня к тебе только один вопрос, дорогой. А где твоя Снегурочка? Ну, ты же слышал, мы решили сейчас со Снегурочкой петь раздельно. Да, я понимаю, но у нас Новый Год. Год потрясающий, год собаки. Без Снегурки никак. Есть у меня один вариант. Ребята, встречайте наш вариант Снегурки для Потапа. Поехали! Как тебе Снегурочка? Это не Снегурочка, это какой-то Снегурод. Снегурод? Да. Ощущение, что она только что откинула, Снегурка. Но, Лешич, это тот редкий случай, это тот дуэт. На фоне нашего Снегуроида ты будешь красавчик. Встречайте эту парочку. А я посмотрю с ребятами. А я с ребятами посмотрю. Ты какую-то новогоднюю песню хоть знаешь? Я знаю, я всю ночь свою тарабарщину учил. Но я даже название про этой новогодней песне придумал. Песня про ухо. Про ухо? Про какого ухо? Про ухо. Уходящий Новый Год. Поехали! Гравьте, 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 гравьте. С Новым Годом! С Новым Годом! Ура! Что за год? Год к собаке! Мы так долго не протянем. Протянем! Надо до следащего года дожить. Год мы уходящий провожаем. Провожаем! Год идет к концу. Время истекло. И забрав мозги мы вспоминаем. Вспоминая! Что в стране за этот год произошло. Мы, сука, с указом согласились. С указом! Про чужие сети социальные. Мы к безвизу долго так стремились. Безвизу! И сбылась мечта национальная. Теперь наё, нас наё, нас на ёлку позовут в Лапландию. Пойме, пойме, поймей, ловлю пригласят в Голландию. Износи, износи, износи на европейцев белая. Ставят ра, ставят ра, ставят разные для нас условия. И уе, и уе, и уехало немало сразу же. Глаз на за, глаз на за, глаз на запад положили граждане. А наша власть всех на страх, всех на страншим накормить пытается. Но всем по, но всем по, но всем по равно не получается. Новый год по-взрослому встречаем. Стопнет всем нам скоро восемнадцатый. Мы большие силы, большие силы прилагаем. Чтобы смелые у нас были мечты. Дед Морозу письма отправляем. Дед Морозу! Он кладёт на всех подарки в свой мешок. Как обычно ожидаем. Ожидаем! Стопор, стопора уже жить хорошо. Нас не будет, нас не будет, нас не будет на футбольном первенстве. Наших жо, наших жо, наших жестков мы пошли в соперничестве. И пусть нам вну, пусть нам вну, пусть нам в душу наплевать пытаются. Нам не ху, нам не ху, жить не хуже, чем в Европе хочется. Много вно, много в новом году ждёт приятных поводов. Знаем без хера, без хероматов и без астрологов. И нас рад, и нас рад, давать будет он без сомнения. Выпьем для, чисто для новогоднего настроения. Мы клетчика! Дорогие друзья, это был «Вечерний Киев». Мы прощаемся с вами, но только до следующего года. Дедушка Мороз Алексей Потапенко. Снегурочка Евгений Кашевой. И ведущий Владимир Зеленский. Ребят, главное, чтобы монатик не задохнулся. Ё-моё! Дима, до свидания! Алло, Алло, Анжела Викторовна. Анжела Викторовна, обо мне не беспокойтесь. А детям скажите, пусть играют, как я учил. С чувством и свободно. Я хочу, чтобы они достойно представили украинские цимбалы в Европе. А если меня посадят? А меня точно посадят. То вы будете у руля нашего ДК. Прощайте, Анжела Викторовна. Не прощайте, а до свидания. Здравствуйте, я ваш адвокат. Мы будем за вас бороться. Присаживайтесь, начнем по порядку. Прошу, прошу, прошу. Итак, начнем. Вы привезли ансамбль юных цимбалистов на рождественский фестиваль в Дрезден. Да, я хотел, чтобы мои дети выступили в Европе хотя бы один раз. Я вас поздравляю, ваши дети выступят дважды. Первый раз как музыканты, второй раз свидетелями на суде. А что я накладил? Ну, как вам сказать, от международного скандала нас спасет только то, что немцы до сих пор боятся войны с нами. До вчерашнего дня я вообще не пил. Ну, знаете, это простуда, этот глинтвейн. Я понимаю, понимаю. Продолжим. Итак, вы разогнали семейное торжество в ресторане-отеле. Скажите, пожалуйста, чем вам помешала эта престарелая немецкая семья? Я не могу слышать, когда фальшируют. Слушайте, люди пошли вам навстречу. Они согласились на своем семейном юбилее петь черво Наруто. Какой кошмар. Нет. Кошмар был потом. Вот, пожалуйста, вам представили директора Дрезденской филармонии. Скажите, зачем вы укусили эту пожилую женщину? Ну, вы знаете, я не железный. У нее фамилия Штрудель. Допустим. Допустим. Но. Назвать дирижера берлинской оперы «Лысое чмо». Это я? Да. Да я не мог. Это же мой кумир. А во-вторых, какая она «Лысое чмо», когда у него такая шевелюра. К тому моменту вы полностью лишили его волосяного покрова. Идем дальше. После того, как благодаря вам на открытии фестиваля закончилось спиртное, вы отправились в город. Ну, я, видимо, хотел приобщиться к культурному наследию Дрездена. Да-да-да. Да-да-да-да. Если считать таковым ограбление винной лавки. Да вы что? Да ладно вы, но я не понимаю, как вы вовлекли в преступление 40 юных цимбалистов? Ну, что значит «как»? Как? Я же учитель года, и они выполняют мои указания беспрекословно. Да-да, я понимаю, да. Мальчики таскали ящики, девочки стояли на шуберте. Вы хотели сказать «на шухере». Может быть, конечно, и на шухере, но кричали девочки «Шуберте!» «Шуберте!» Как стыдно. Стыдно. Вам должно быть перед директором Дрезденского рождественского фестиваля. Может быть, вы, конечно, не помните, но это именно вы разбили на голове цимбалы у иностранного гражданина. Это минимум пятна. Скажите, а если мой проступок носил, так сказать, музыкальный характер, можно будет внести этот срок в трудовой стаж? Слушайте, давайте не отвлекаться, а присядьте. Давайте лучше обсудим вашу речь на суде. Значит, во-первых, вы должны извиниться перед всеми представителями немецкой нации и сказать, что вы так не считаете. А что я про них считаю? Это вы прочтете на здании суда, когда вас будут туда заводить. Да-да. Ваш обед, Битышон. А меня что, расстреляют? С чего вы взяли? Ну, просто этот обед очень похож на мое последнее желание. Нет, это стандартный обед в нашем заведении. Секундочку. Виски с колой. Все в руках не помещается просто сразу. Послушайте, а вы бы не могли мне рассказать поподробнее о вашем заведении? Ну, допустим, я уже здесь сижу. Обед вы уже видели. Да. Значит, сидеть будете в одиночной камере. Да что я вам рассказываю? Вот, смотрите, значит. Вот. Так. Вот. Господи. Угу. 25 лет в консерваторском общежитии. 20 лет я ждал квартиру. Неужели Господь услышал мои молитвы? Да, ну, продолжим, да? А вот бассейн у нас, да. Бассейн. Бассейн. Вот тренажерный зал. Боже мой. Да здесь же материальное оснащение. Да, конечно. Вы, кстати, кто попросил? Музыка. Музыка. Прекрасно. Есть студия звукозаписи. Угу. Да. Репетиционный зал. Так что похлеще, чем у нас в управлении культуры областном. Может быть, да. А скажите, я могу отсюда как-то какие-то наработки отсылать в Украину? Я же вам говорю, есть интернет. 4G. Ясное дело. Ну, я же смогу из этой камеры сделать для Украины больше, чем из своего ДК. Возможно, да. Продолжайте. Раз в неделю можете заказать себе легальную проститутку. Да, вот так вот. Простите, подскажите, а что нужно сделать, чтобы получить пожизненный срок? То есть вы хотите сесть в эту тюрьму? Я хочу стать символом того, чего может добиться своим трудом простой украинский учитель. Давайте, банкуйте. Сколько мне светит? Пять лет. Пять лет. Скажите, за побег дают срок еще? Нет. А если я буду издеваться на цокамерника? Нет. А если я организую бунт в тюрьме? Послушайте, в Германии срок заключения не увеличивают. Какие немцы звери. Ну что ж, располагайтесь поудобнее. Сказать, ваша камера, да. Плейстейшн, надо? Это что, приставка? Приставку, будем. Я-я-я, майн-либо. Только вас очень прошу, ничего не говорите о приставке моей семье. Почему? Потому что я не хочу, чтобы мой сын в шесть лет мечтал о тюрьме. При чем? Вы знаете, я все время ему говорил, сынок, будь честным, не воруй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как же вам не стыдно, а? То есть, сами жизнь устроили, а сыну сломали. Ничего, ничего. Здесь есть интернет. За пять лет я его перевоспитаю. Время нашей скандальной рубрики «Звездный баттл». И у нас сегодня будет драка. Да, толпа против толпы. Ну, может быть, это громко сказано. Смысл такой сегодня. Дуэт. Белоножки. Против группы «Время и стекло». Кто же сегодня победит? Опыт, харизма, красота, молодость или «Время и стекло»? Белоножки против «Время и стеклошки». Встречайте. «Время и стекло», 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 «Время и Сейчас будет очень жестко. Обычно у нас один на один, а сегодня толпа на толпу. Реп, поехали! Первый раунд за Виталием Белоножко. У меня для вас первое питание. Чему вы на півголи? И второе основное. Чему вы, дети, не в школе? Велик нами Надя Дорофеева и позитив. Если близко присмотреться, то суцильный негатив. Мяси 505, 404. Сколько же будет тортур? Сподіваюсь, 303, 202, 101. И поедете в прощальный тур. На велику славу, дети, на жаль, вы не преречені. Вы, Потап і Настя, для малозабезпечених. Это было жестко! Это было жестко! Позитив, отвечай! О, Лешка, давай! Давай! Вы знаете, с Потапом и Настей нас сравнили. Хорошо, я тоже приведу примеры. Вы, Потап и Настя, для пенсионеров. Для пенсионеров! И миллионеров! Давно не видел вас на сцене. Что все на даче, в огороде? Я так понимаю, для вашей концерты только письма приходят? О-о-о! Виталий Васильевич, вас как профессионального солиста хочу спросить. Помидоры лучше в бочках или в банках солить? Один раз тур «Белоножник» все-таки сорвался. Так как у Виталия Васильевича проездной на трамвай потерялся. Надя, знаешь, как белоножки шквал аплодисментно в зале срывают? В конце концерта к ним в зал комаром запускают. О-о-о-о! Надя, тебе слово! Приятно познакомиться. Никогда не знала, что это вы. Все это время думала, что белоножки — это грибы. Распознавала ваши песни через шазам-определитель, а он постоянно выдавал «Неизвестный исполнитель». Нагай, Надя, Надя! Дядя Света, а вы слышали про такие слова, как лайк, репост, зачетный трек? Нет, это не специи к борщу и не приправы для котлет! Нет, спокойно, спокойно! Мы по просмотрам в Ютубе дуэт номер один. Да? А у вас будут просмотры, если у дяди Виталика на мосту Батона закончится бензин! Надя, Света, девочки! Такие классные костюмы у вас. Кто дизайнер? Я с ним знакома? Или это лучшие модели советского легк-прома? Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Это я говорю вам всем. А для вас, сетя Света, наш адрес — Киев-1. Крещатик-207! Финальный раунд. Светлана Белоножка! Разминаете, поехали! Так, действительно, стольких переглядей у ваших клипов, что можно только позаздрите. На певно день и ночь лайкаете, с Ютуба не вылазите. Да, за миссия! Чтобы от ваших песеней не постраждало жодної дитини, я б ваш дует заборонила после 22 часа. Это жестко! Это перемена! А краще приезжайте до нас на дачу, картоплю копати, гарно заробите. Как ты думаешь, больше, чем в Потапах? Ну! А еще в нас на даче ростут гарни грибочки. Грибочки. Хоча ця информация не для тебя, а для твоего позитивного дружочка. Ой, чула, Доню, что тебя на курсы вокалу отправляют. Та, чудова идея. Сходи, подивись, как люди гарно спевают. Да, жестко! Ну, конечно, мы не таки молодые, что тут и сказать, но через 40 лет дедусь позитив и бабуся Надя будут замесно спевать! Да, 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 да! Спасибо, друзья! Как всегда, весело и смешно, но у вас, к сожалению, время и стекло. Виталий, Светлана, вам успехов и удачи! Спасибо! Да. Я договорился с Потапом. Завтра эти двое у вас на даче! Так, 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 все, домой, на дачу, в рубрике «Звездный баттл» «Потап». Материнский бедный баттл «Звездный баттл» 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 «Зв Послушай, чувак, я не бегемот, я гиппо-потап В звездном баттле гиппо-потап Лёш, суть баттла очень проста Значит, мы разносим друг друга в рифму Ну, говорим друг другу правду А не как обычно в жизни, без лести Ну, типа, дурак, сам дурак, ты понял? Как у меня в песне, да? Да, ну что, ты готов? Да Чистую правду Поехали Рэп-баттл Бокс Поехали, бит Йоу У меня, конечно, не получится, как у Лёши Но я буду стараться рифмовать Ты готов? Сейчас будет хуп Я буду разносить тебя конкретно Ты кто у нас, потап? Ну, всё ясно Певец подкрался незаметно Кстати, Лёша, спасибо тебе за новый альбом Ценю и уважаю Наконец-то есть на что поставить чашечку чая Да Когда бог таланты всем людям раздавал То Потап в очереди За Настей Каменским стоял Знаешь, почему тебя тренером в голос пригласили? Знаешь, почему? Да потому что все нормальные звёзды тогда на гастроли укатились Укатились Внимание, ребят, вы послушайте Следите за мыслью Бум, бай, бум, тиги, бай, бай Это не песня, это пароль Потапа от Wi-Fi Папа вам не мама, мама вам не папа Певец, какое умозаключение от Потапа Это был первый раунд Лёша, тебе слово, пожалуйста Вова-Вова, ты парень хитовый Но даже самого крутого иногда бывает много Вова-Вова, ты всех уже достал На телеке везде только ты и квартал Тебя так много, что одолевает страх Я боюсь умирать, чтоб ты не вёл на похоронах Ах, если бы это был сон Но нет, вот он стоит, Наполеон Когда последний раз рад на квартал ты заезжал Когда ты пацанам там руки пожинал Вот там действительно парням нелегко Это тебе не пародировать, Лешко Окей, 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 готовы, готовы Да, 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 качаешь в зал Ты очень круто, брат А твоего рэпа уже укачало без первый ряд Человек талантлив во всём, не буду вам врать За хороший гонорар может не только печь, но и отбивать Да, создал себе новый проект «Мозги» и был таков У меня вопрос А как ты раньше выступал, Лёша, без мозгов? Да, слышал, ты ещё и бар «Мозги» открыл в придаче Так вот, друзья, выступление Потапа Там в баре идёт на сдачу Я помню, как вы, дорогой, ещё голым песком под стол ходили Хотя как тут забудешь, это ж было у нас на корпоративе Я верю, что когда ты завершишь своё пение В Украине наступит день благодарения Вова-Вова, Володенька-Ваван Такой малыш, а такой большой карман Неблагодарное дело батл с тобой, Вова Это всё равно, что в твоей церкви плюнуть в твою же икону Это жёстко Вова-Вова, а если пройдёт мода На рассмеши комика, на звуку народа Чем займёшься, станешь депутатом Ты сам виноват, хотел батловать с Потапом Ты всегда был неплохим оратором Буду тебя, Вова, звать теперь императором Вова-Вова, ты берёшь количество Буду тебе звать «Зеленское величество» Ладно, после батла давай футболками обменяемся Твой размер подходит моему сыну А с удовольствием, мне как раз нужен чехол на машину Алексей Потапенко Владимир Зелен Сейчас наша новая рубрика, которая называется «Угадай звезду» А, я тоже её люблю, особенность этой рубрики Ваше непосредственное участие В течение следующего номера вам будет необходимо угадать Кто именно спрятан за маской другой звезды Если вы готовы, то я приглашаю вас в гости в квартиру новоиспечённой семьи потрясающих телеведущих Юрия Гурбанова и Кати Асачей Помните, нужно угадать звезду Катя Катенька, я дома Боже, как я вдумался, какой важный был корпоратив Добрий вечер, с вами я, Катя Асача И сегодня я в гости заветаю заслуженный артист Украины Популярный телеведущий, а за совместительством и человек Мой человек Юрий Гурбанов Юрий На годиннику третя година ночи И в мене виникает вопрос Где вы швен даетесь весь этот час? Ты взагалі нормальна? Все добре с тобой, Катя? Третя година ночи, ты не знаешь, где я был У меня был корпоратив, с депутатами Святкувало зняття электронного браслета одного из них Ты это прекрасно знаешь Я втомлений и голодный, как вы На жаль, минувте час, когда Юрій працював за ежем Юрій, скажите, много кого цікавить? Ой, кого цікавить? Мою маму Отож Багато кого цікавить? Розмір гонорару Юрія Гурбнова На Задоволена? Так Судячи з суми Або Юрій вже не такий популярний Або половина грошей Пішла на заначку Катя Що Катя? Що Катя? Я вже Надцять років, як Катя Ой, боже мой Юрій А що це від вас ткне Женущими парфумами? Зізнайтеся Ви що, гей? Катя Що це за дурні питання? Ти прекрасно знаєш, що ні? Шкода Позитивна відповідь врятувала би вас від скандалу Послухай Я страшенно втомлений і страшенно голодний Давай уже будемо вечеряти І взагалі Я прекрасно розумію, що ти сидиш вдома Ти в декреті Тобі хочеться вийти в люди, працювати Ну що, я в цьому винен? Сенсаційна заява Юрій Горбунов заявляє, що він не винен в тому, що Катерина Усача зараз в декреті Катя Ні Катя Ні Шо ні? Ти воно має мікрофону Ну дай мені мікрофон Цирк Раз-раз, задоволено? Давай, може, сядемо за стіл і будемо разом вечеряти Шо в нас сьогодні смачненько? А ну, давай! Та поклади вже це, раді Бога, ну досить, сідай Отож, давайте поговоримо про кухню Юрія Горбунова Юрій Горбунов є шанувальником італійської кухні Улюблена страва Юрія Равіолі з телятиною і трюфельною пастою Ммм, це правда Давайте дізнаємося, що у нас на сьогодні Грещана каша з курячою котлетою Послухай, ну, я вже не можу сидіти на цій курячій дієті Я вже сам скоро почну яйця нести Я сподіваюся, що золоті Давайте подивимося, як Юрій Горбунов зараз буде їсти Атож, в якій руці він тримає виделку, а в який ніж? Неправильно Переверну Плямкає чи не плямкає? Давайте послухаємо Послухай, я от бачу, що каша якась недоварена, а котлетки, ну, ти ж знаєш, я люблю смажені, а ці якісь напору, чому вони напору? Юрочка, коханий Відповідь на це питання я знайшла в медичній картці Юрія Горбунова Хронічний гастрит, коліцистит, цистит Та досить вже, ну, Катя, ти краще налавав рюмаху для апатиту Як ви бачите, Юрій Горбунов, як звичайний український мужик, вирішує всі питання за допомогою пляшки Отож, Юрій, дякую Так, ну шо, повечеряли, дуже смачно, дякую, кохана, я пішов спати На добраніч, навіть не буду роздягатися Спати, так спати Ох Гаси світло До речі, Юрій Юрій, скажите, а в этом житте вы сделали что с Гришна? Ну, например, вынесли бабусь из полей, чему вы в доме сделали великую кошелятку из дерева, что, возможно, вы поняли некерованный потяг с этими посадениями среди него? А это при чём? Ну, просто я хочу понять, за что вам такое счастье, чтобы остаться в одном лёжке с Катериной Сеченко. Ой, 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 ой. Я прошу тебе, лягай спати, я тебе благаю, я дуже втомлився. Як спати? А шлюбний обов'язок? І в кінці кінців, скажіть, чому вчора все так швидко, а головне, несподівано закінчилося? А? Мені цікаво. Юрій, що ну? А, що дуже швидко, да? Дуже швидко, так. Чому в своїх программах ви так філігранно не перевершено тримаєте паузу, тягнете час, а вдома ні? Ну, тому що... Тому що... Тому що там є СМС голосування. Юрій, було б непогано, якби ви і в ліжку представляли, що йде СМС голосування. Ну, котик, ну... Так, давай спати, я прошу тебе, ну це вже неможливо. Все, спи, закривай очі. Добре. Спати, так спати. Я сплю. Дитина плаче, що ти спиєш. Юрій, я сплю. Ти що, не чуєш? Іван плаче. Встань, нагодуй. Юрій, я не чую, я сплю. Ти що? Не понімаєш? Капець. Скажіть, будь ласка, чому Катя осадче спить дня вночі дитя, коли плаче її дитина, а? Скажіть, будь ласка, як їй не соромо? Дитина плаче, вона голодна, а Катя осадче спить. Третя година ночі. Ай-яй-яй. Тому що Юрій Харбурдов сказав мені спати. Відповідно, я сплю. Капець якийсь. Послухай, знаєш що? У мене останнім часом складається враження, що це не квартира, що це якийсь телевізійний павільйон, що нас постійно знімають, що ти ходиш з мікрофоном і десь є ця довбана скрита камера. Юрій, яка скрита камера? Що тобі? Що тобі вас ще здається, Юрій? Перехрестись враження. О, Господи, подивися, Юрій! Що? Це бувано з програми. А повну версію? Дивіться. В суботу, 22.00. До побачення. А це що таке? Що? Це помада чи що? Слышь, бородатий з камери. Ану йди сюди. Ні-ні-ні. Чуєш, що ти? Це Іван. Я сказав, іди сюди. Це Іван. Це хто таке? Дякую! Це була потрясаюча наша рубрика «Угадай звезду»!